Дорогие друзья, в этом видео мы сегодня поговорим о том, все ли болезни от позвоночника, как нарушения сердечно-сосудистой системы, системы пищеварения, мочеполовой системы связаны именно с нарушениями позвоночника. И поговорим о том, какие боли в позвоночнике самые опасные. То ли это боли в спине, то ли это боли в шее, то ли это боли в пояснице, в крестцовом отделе позвоночника. Как критично они связаны с нашим здоровьем. И покажем вам несколько приемов, которые могут вам помочь справиться с такими болями и даже с самыми опасными. И эти вопросы мы по традиции задаем Виктору Владиленовичу Картавенко, врачу восстановительной медицины, доктору медицинских наук, академику. Виктор Владиленович, так все ли болезни от позвоночника? Практически все. Какую бы мы болезни с вами, уважаемые коллеги, ни брали, ни разбирали, ни раскладывали бы на микрочастицы, все равно мы должны с вами понимать, и с точки зрения пациента, и с точки зрения лечащего врача, о том, что если мы с вами не включаем формат, то, что на современном языке называется формат 3D, то есть соединение внутренних органов через позвоночный столб с нашей головой, с центральной нервной системой и обратное формирование устойчивого сигнала через позвоночный столб в периферии от головы, то все наши, будем говорить, состояния терапевтически консервативные, которые мы подвергаем себя, они будут зачастую неуспешными. Недаром гений хирургии 19 века, наш российский хирург Николаевич Хирогов говорил, что каждая хирургия – это результат дурно проведенной терапии. Так вот, с условиями дурно проведенной терапии, это, на мой взгляд, на наш взгляд, школы безопасного здоровья в первую очередь связано с тем, что зачастую чем занимаются львиная доля терапевтов, львиная доля мануальных терапевтов, остеопрактиков и так далее, они пытаются поправить сбитую какую-то деталь, чтобы вам было понятно, есть ли какие-то проблемы в грудном отделе, в шейном отделе, в тазу, которые долго не купируются, или делаются блокады, или делаются уколы, или делается мануальная коррекция, но в этом случае абсолютно не включаются вот эти связи, которые, о которых я говорил чуть-чуть выше. Поэтому для того, чтобы мы успешно с вами справлялись с этими вещами, нам надо очень правильно понимать, так сказать, как говорят военные, военным языком, диспозицию проблемы. И в связи с этим тогда информируются те самые моменты очень важные, катастрофически важные, как боли, которые мы ни в коем случае не должны терпеть. Таким образом, пытаясь решить проблему позвоночника, как Виктор Владимирович говорит, мы пытаемся решить проблему одной какой-то запчасти. А у нас, посмотрите, сколько здесь запчастей, вот огромное количество этих запчастей, и каждая влияет на состояние соответствующего каждому сегменту внутреннего органа или группы внутренних органов. И в нашем организме настолько все взаимосвязано, что, если мы локально поправляем ситуацию здесь или здесь, то это не решает в комплексе проблемы всех взаимосвязанных с этими участками внутренних органов. И именно проблема в том, что мы не решаем вопросы восстановления позвоночника и вопросы восстановления внутренних органов системно. Если мы начинаем их решать системно, то мы получаем результаты, которые говорят о том, что излечиваются, поддаются излечению, даже неизлечимые заболевания. И в этом вы можете легко убедиться, посмотрев интервью с нашей пациенткой Татьяной Анатольевной. Ссылочка будет здесь внизу и, скорее всего, в информации. Вот здесь сверху вы можете посмотреть и убедиться в том, что это действительно так. Что даже дисфункция сфинктера Оди, что даже болезнь Паркинсона, что даже системный перекос таза, вот такие вещи, многие другие, головокружение, невозможность вообще передвигаться, перемещаться. Вот эти вопросы решаются при системном восстановлении позвоночника и внутренних органов. Итак, Виктор Владиленович, мы хотели еще сегодня с вами поговорить о том, какие боли в позвоночнике являются самыми опасными и для здоровья, и для сохранения жизни вообще как таковой. То есть, какие боли нас информируют о том, что мы имеем дело с критичным состоянием для здоровья и жизни в целом. Но вы очень хорошо обозначили так называемые терапевтические контрапункты. И, пользуясь случаем, пользуясь вашим посылом, уважаемые коллеги со стороны Татьяны Надеевны, обращаясь к вам, я хочу сказать, что все практически перечисленные состояния, о которых говорила профессор чуть-чуть выше, как болезнь Паркинсона, как смещение тазовой оси, как сфинктер, нарушение области сфинктера Оди, в начальных своих этапах это всегда субкомпенсация. Но если мы захаживаем эти состояния, если они становятся для нас привычными, то представьте себе, как у нас меняется наше ментальное, то есть мозговое отношение к этим проблемам, а, соответственно, с этим и меняется наше физиологическое состояние. Вот на коротеньком примере вот этого макета, даже здесь я хочу вам показать, вот обратите внимание, вот здесь, когда делался этот макет, сформировался некий литьевой, вот во время литья этих костей сформировался некий артефакт. Вот обратите внимание, вот маленькая деталюшечка, которая торчит. И выступающая часть. И выступающая часть. Так вот представьте себе, что боли, которые очень часто сопровождают вас в тазу, или тазовые боли, или пояснично-крестцовые боли, они как раз-таки формируют вот эти вот артефакты, потому что по большому счету, по большому счету, это перенакопление кальция. А теперь представьте, что через эти отверстия у вас выходят, запирательные отверстия у вас выходят седалищные нервы. И каждый раз, когда у вас здесь формируются боли, а это зона, одна из зон, которые терпеть никак нельзя, это зона люмбального отдела, или пояснично-крестцового отдела, вы каждый раз, захаживая их, приводите к формированию вот таких вот артефактов. Идет микротравматизация. Сегодня условно, завтра условно, послезавтра условно. И на этом месте белок начинает превращаться вот в такие вот организованные вещи. Мозг принимает этот сигнал как некое неудобство. И вот даже я сейчас на себе покажу, говорят, на себе показывать нельзя, но тем не менее, как начинает мозг подавать сигнал через определенные отделы позвоночного столба? Он снимает нагрузку. Он снимает нагрузку. То есть он меняет ось вашего таза. И вот обратите внимание, все чаще и чаще на интернет-пространстве появляются, я считаю, крайне вредительские советы. Вот совсем недавно совет появился. Если была бы у меня возможность, я бы этого советчика распял бы где-нибудь. Понимаете, в лучшем смысле этого слова. Который говорит о том, что если вас беспокоит грыжа бейкера, подколенная, если вас беспокоят седалищные нервы, если вас беспокоят коленные суставы, не надо ничего сделать. Возьмите из старого валенка, вырежьте кусочек войлока и подложите под противоположную пятку. И будет вам счастье. Представляете? Представляете? 30-е годы идут 21-го столетия, а вам дают такие советы. А если возвращаясь к вопросу Татьяны Владимировны, есть конкретных три места, которые терпеть ни в коем случае нельзя. Это боли, которые касаются зоны перехода шейного отдела в грудной отдел. Это зона 6-7 шейных отделов, 1-2 грудных позвонков. Это зона середины грудного отдела, который соответствует подлопаточным, зонам, за лопаточным, над лопаточным зонам. Это 5-9 позвонки грудного отдела. И вот это место перехода, которое может варьировать от 10-го до практически всего захвата крестцовой части. Почему? Потому что в этом месте как раз-таки находятся те органы, которые регулируют нервную систему нашего движения. которые по большому счету регулируют характер обмена. Которые по большому счету регулируют. Представьте себе, вот у нас есть длина туловища, вот у нас есть длина нижних конечностей. Если у нас на этом этапе, на этом этапе, на этом этапе происходит формирование патологических сигналов, то хотим ли мы этого, не хотим? Мозг получает сигнал на сокращение своей физической активности. То есть, соответственно, в связи с этим у нас происходит то, что китайцы мудро назвали тысячи лет назад замиранием сердца. То есть, мозг дает команду на формирование медленного сердечного ритма. С какой целью? Для того, чтобы снять нагрузку. Для того, чтобы снять нагрузку на движение в области шеи, в области груди, в области таза. Как себя будут вести наши нижние конечности? Они себя будут вести, неважно. У них будет снижаться физическая нагрузка. У них будет появляться большее количество углекислоты в организме. Будет появляться большее количество мочевой кислоты в организме. Будет появляться большее количество молочной кислоты в организме. Которая при стяжательстве печени, к уменьшении своей активности, будет просто перенакапливаться в организме. Не отсюда ли секреты внезапных смертей, не отсюда ли секреты, не отсюда ли тайны внезапных смертей по тромбообразованию, не отсюда ли увеличивающееся количество системных заболеваний и так далее, которые сопровождают человека. Поэтому ни в коем случае шейные боли терпеть нельзя, грудные боли терпеть нельзя, боли в области таза ни в коем случае терпеть нельзя. Но помните, пожалуйста, о том, что лишь упражнения скорой помощи практически эти вопросы отодвигают от полноценного решения. Нужна система. И вот то, что Татьяна Владимировна упомянула интервью нашей пациентки Татьяны Анатольевны Ананевой, лишний раз говорит о том, что вот эти все этапы ее в кавычках большого болезненного пути, они как раз таки были связаны с тем, что врачебная мудрость не включалась. Мы можем просто по ступенькам пройтись по состоянию этой женщины, этого пациента и определить, где и когда терапевты просто перестали заниматься этим человеком серьезно. Где и когда неврологи перестали помогать этому человеку не потому, что они не захотели, а потому что есть определенные рамки протокола, выйдя за который человек, врач я имею в виду, он просто, так сказать, не имеет на это права. Потому что есть система страхования, есть система определенных, будем говорить, Минздравовских приказов и так далее, так далее, так далее. Ну, в этом случае вопрос, конечно, не к нам, Татьяна Владимировна, а вопрос к системе организации здравоохранения. Но помните, пожалуйста, о том, что все болезни в данном случае на самом деле у нас проистекают от изменения функции позвоночного столба. По большому счету, так это и происходит. Если мы берем с вами осаночные остеохондрозы, ранние остеохондрозы, конечно, имейте в виду, что патология в области печени и желчного пузыря отражается на изменении со стороны шейного отдела и грудного отдела. А грудному отделу уже ничего не остается делать в силу своей специфики петли вложения тонкого кишечника. Давать сигналы толстому кишечнику для смещения оси таза. Не отсюда ли ферментная патология огромная, не отсюда ли резко увеличивающееся количество аутоиммунных процессов, которые на самом деле диктуют свои уже внутренние установки. Свои внутренние обстоятельства, которые с каждым годом, я хочу вам сказать, все тяжелее и тяжелее поддаются классическим, протокольным, западно-ориентированным приемам медицины. Не отсюда ли наша, в лучшем смысле, любовь прогрессивного медицинского сообщества к тому, к тем памятникам, которые были давным-давно созданы. Это аюрведическая медицина, это китайская медицина, монгольская медицина, тибетская медицина, старая славянская медицина. Нас иногда, Статьяна Владимировна, в общем-то, как это по-русски правильно сказать, нам говорят, а почему вы говорите только о восточной медицине? Расскажите что-нибудь про русскую медицину. Вот мы вам рассказываем о том, что есть определенные славянские приемы, о том, что есть определенные славянские приемы лечения. И вот мы как раз-таки с Татьяной Владимировной очень многие вещи в нашей школе объединили, потому что по большому счету, по большому счету силовые упражнения. Вот я вам сегодня буду показывать несколько приемов, которые своими корнями уходят в хазарскую практику, которые своими корнями уходят в скифскую практику, которые своими корнями уходят в южную медицинскую школу. Понимаете, вот система физического напряжения на выдохе, на бездыхательной практике очень хорошо, как раз-таки лишний раз показывает на том, что мы клин выбиваем клином. Почему? На самом деле, если у нас есть определенная система зажимов, а чаще всего это и происходит по типу спастических, спастикоатонических состояний, то мы как раз-таки на каждый спазм отвечаем нашим внутренним спазмам. Если есть у нас, а это очень часто сопровождается выраженной болевой компонентой, которая очень часто не поддается полноценной терапии. Почему? По одной простой причине, потому что увеличивается уровень тетрования, увеличивается количество веществ, которые должны обезболивать, 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 обезболивать. Но до бесконечности это проходить не может. Понимаете? Это не резиновая система. Это не Москва. Это Москва может растянуться. А клетка человеческая, она может растянуться только, извините, Татьяна Владимировна, до определенной поры. И вот на определенной поре, когда клетка перестает растягиваться, тогда зарождается онкология. То есть система адаптации перестает работать? Конечно. И формируются онкопроцессы? Конечно. Организм начинает развиваться другим путем. Виктор Владимирович, но ведь выполняя упражнения рефлекторной гимнастики в сочетании с воздействием на биологически активные точки, мы добиваемся не только приведения системы адаптации в норму, но мы и по факту, снимая эти спазмы локальные, и в том числе самые опасные, мы таким образом сами самостоятельно корректируем положение позвонков, межпозвонковых дисков, то есть приводим все это в порядок, как тот же самый хороший мануалист, остеопат. То есть эти вещи, они доступны и в безопасном формате, когда вы используете наши скоропомощные подходы и методики. Да, другое дело, что дальше нужно брать ситуацию в свои руки и действовать в системе, тогда мы получим уверенные результаты, но начинать всегда стоит именно со скорой помощи. Конечно, для того, чтобы обезболить, для того, чтобы снять болезненный блок, для того, чтобы разгрузить мозг, для того, чтобы мозгу дать возможность вдохнуть полной грудью, в этом смысле, извините меня за мой португальский... У него есть система адаптации, которая может пользоваться. Конечно, что у него есть система адаптации, которую он может очень легко поправить через свои основные мозговые железо-внутренние секреции, которые на момент максимальной болезненности находятся, ну, мягко говоря, спрятались, как говорили у нас в Ростове-на-Дону, зашухарились и ждут какого-то чуда. Давайте мы их найдем. Давайте покажем несколько упражнений, которые прямо вот здесь и сейчас могут выполнить эту функцию. Облегчить задачу мозга по снятию спазмов, по восстановлению обмена именно в этих зонах, о которых мы сегодня поговорили. Например, давайте возьмем зону перехода шейного отдела позвоночника в грудной. Да, зона перехода шейного отдела. Вот особенность влияния на сердечно-сосудистую деятельность. Ну, это не только на сердечно-сосудистую деятельность, это еще и очень мощная зона, которая управляет движением крови. Это зона, которая управляет нашими эмоциями с точки зрения расширения сосудов. Итак, уважаемые зрители, мы вам сейчас продемонстрируем два упражнения скорой помощи для помощи при болях в зоне перехода шейного отдела позвоночника в грудной отдел. А многие это знают как воротниковая зона, которая влияет на состояние еще и к тому же и сосудистого тонуса. Тонуса сосудов, которые питают голову. Поэтому давайте сейчас посмотрим, что это за упражнение. Ну, это два подхода. Один из них с использованием биологически активных точек, точек надушья. Найти их очень легко. Вот вы у себя можете найти крайнюю точечку вашей лучной раковины. Сделайте вот такое стояние вашим пальцем, в буквальном смысле воткните себе его в косточку слева, воткните себе его в косточку справа, поставьте два пальца на этом уровне. И в течение 40 секунд, делая одновременно движения, вот таким вот образом круговые, не имеет значения, вперед или назад, просто мы с вами пунктируем, прессуем эти вещи в течение 40 секунд с двух сторон. Чего мы с вами добиваемся? Мы с вами добиваемся снятия напряжения в области апоневроза темени, в области боковых поверхностей головы. В первую очередь мы с вами воздействуем на зону перехода центральной нервной системы в спинномозговой канал. Разгружаем нагрузку, снимаем нагрузку со стороны так называемой системы кровообращения основания черепа, то есть мы с вами регулируем внутричерепное, соответственно, и внутри глазное давление. И для того, чтобы это состояние усилить, мы с вами делаем упражнение под названием сердечные крючки. То есть вот таким вот образом вы берете свои собственные мизинчики, объединяете их в типы крючки, выводите на уровень горизонта щитовидной железы на расстоянии 10-15 сантиметров. Постарайтесь таким вот образом горизонтировать свои локоточки, глубоко вдыхаете, максимально глубоко выдыхаете и на выдохе, не дыша, в течение 5 секунд пытаетесь сердечные крючки разорвать. Вот таким вот образом два подхода, точки надушья и сердечные крючки очень хорошо снимают нагрузку с шейного отдела, профилактируют системы, будем говорить, болезненного напряжения, системы формирования протрузии с последующим развитием, грыж шейного отдела позвоночника. Тем самым мы стабилизируем шейный отдел и шейно-воротниковый ее переход. Это то, что касается вот одной из самых тех зон, болью которой терпеть ни в коем случае нельзя. Виктор Владимирович, вопрос. А если здесь ничего не болит, можно ли профилактически сейчас выполнить этот комплекс? Это вам кажется, что у вас ничего не болит. Если у вас ничего не болит на сейчас, вы имеете ввиду, у вас нету прострела в области шеи, у вас нету ломоты, но обратите внимание или попросите соседа или соседку, и лучше, если она будет симпатичная соседка, чтобы она внимательно на вас посмотрела. А делаете ли вы вот такие движения? А есть ли у вас необходимость вставить голову себе в плечи? А есть ли у вас вот такое вот желание потереть руки? А есть ли у вас вот такое желание какие-то поделать механистические движения? Как будто бы что-то здесь хочется освободить. Татьяна Владимирович, а почему вы при всей вашей внешней красоте, так сказать, мудрости, почему вы не упоминаете о своем великолепном, гениальном открытии симптома, который называется тесный воротничок? Вот расскажите, пожалуйста, о нем. Вы же сделали это открытие великолепное, неврологическое. Почему это именно названо тесным воротничком? Мы в свое время работали с достаточно большим количеством банковских сотрудников, огромное количество диагностик проводили, наблюдали за изменением состояния этих людей, и мы наблюдали, как они себя ведут в течение дня. У них формировался системный спазм в этой области, и он себя выражал вот таким ощущением, что как будто бы здесь что-то тесно, как будто бы что-то мешает, как будто бы мешает что-то здесь. И люди непроизвольно или дергали головой, или старались крутить в стороны, или вот так делали. То есть совершали непроизвольные движения, которые диктовал мозг человеку это выполнить, чтобы снять определенный спазм. Ведь когда наверняка кто-то из вас приходил к мануальному терапевту, он что-то где-то хрустнул, где-то что-то поправилось, и как будто бы все стало хорошо, боль прошла. Также ваша система адаптации пытается навести порядок и руководит вашими действиями, которые вы просто не осознаете. Просто понаблюдайте за собой. Если в течение дня накапливается тяжесть в воротниковой зоне, в шее, в плечах, усталость, то есть вы таким образом можете понимать, что да, настало время что-то такое, уже какую-то коррекцию проводить, чем-то себе помогать, и вы можете помочь вот этим маленьким комплексом упражнений. И достаточно вот как понять, что он работает. Нужно что сделать? Нужно медленно, перед комплексом упражнений, медленно повернуть голову вправо, медленно повернуть голову влево. Как говорили у нас в войсках, увидеть погоду 4 человека в стране. Да, и определить на какой угол поворачивается шея, на сколько градусов, да? Ну, в норме это может быть 180 градусов направо и налево. Если этот угол меньше 180 градусов, или... То есть, 180 градусов от этого вы не сделаете? 180, вот так, да. А, вы имеете в виду в этом плане, извините, да? Да, то есть весь сектор 180 градусов. Если, допустим, вы достигаете 180 градусов, но это как-то вам дается с трудом, с болью, а может быть даже боли нет, но есть какое-то фиксированное состояние, дальше которого вы повернуть голову не можете. Кстати, у нас есть с вами великолепное видео, имеющее большое диагностическое значение. Вы его можете найти по ссылочке внизу. И вот там в этом видео есть, на мой взгляд, извините за нескромность, очень хорошо нам, вами, опять же, коллега, указана градуировка, которая вот... Секторов, да? Да, в которой в системе ограничения вы можете сами себе легко поставить в том смысле ориентировочный диагноз, на что нужно обратить внимание. Какие внутренние органы или системы страдают. Итак, вы определили угол поворота вправо, вы определили угол поворота шеи влево, и теперь можете выполнить этот комплекс. И сразу же практически после того, как вы восстановите дыхание после этого комплекса, вы можете повторить эти замеры. И в большинстве случаев люди удивляются, насколько такая мануальная самокоррекция эффективна. Насколько легче становится шее, плечам. И мы как раз вот здесь снимаем вот это напряжение. Давайте все-таки выполним, да? Я не выполнила второе упражнение. Я очень жду его выполнения, его результатов. Ну давайте. Давайте вместе выполним, да? Ну давайте вместе. Командуйте, доктор Владимирович. С удовольствием. Вот таким вот образом горизонтируем наши локти, извините за мой индонезийский. Глубоко вдыхаем, максимально резко выдыхаем, и на высоте выдоха, не дыша в течение пяти секунд, пытаемся разорвать сердечные крючки. Обязательно восстанавливайте дыхание. И как только восстановите дыхание, можете повторять тест. И обязательно напишите о результатах вашего теста. Насколько легче стало поворачивать шею вправо, влево. Насколько легче стало поворачивать шею влево. Насколько легче стало поднимать голову вверх. И насколько легче стало опускать ее вниз. И вот по факту мы с вами выполнили всего лишь два коротких упражнения, которые вам уже показали результаты, оказали скорую помощь. Ну а если таких упражнений будет больше, если вы эти упражнения будете выполнять в системе, которая включает в себя проработку каждого позвонка, каждого межпозвонкового сегмента. В каждой части этого великолепного инструмента под названием позвоночный столб. Вот представляете, мы сейчас только чуть-чуть подкорректировали вот эту зону с вами, чуть-чуть подкорректировали, а мы можем скорректировать вот это все. И тогда, как у Татьяны Анатольевны, таз займет свое положение, позвонки станут на место, и даже сколиотические изменения, которые произошли в течение жизни с вами, они будут постепенно, постепенно выравниваться, будут положения позвонков. И вы сами заметите, насколько легче станет вам держать плечи ровно, насколько легче вам станет дышать, насколько легче станут все обменные процессы. А вот теперь обратите внимание на слова Татьяны Анатольевны Картаренко, насколько легче вам станет легче держать голову, насколько легче вам станет держать плечи, и что за этим за всем кроется, насколько вам станет легче дышать. Посмотрите, какие системы мы с вами включаем. Мы с вами снимаем нагрузку у женщин на молочные железы, мы с вами профилактируем фиброзно-кистозную маснопатию, мы снимаем нагрузку на легочно-бранхиальные стволы, мы улучшаем и у тех же мужчин, уважаемых, мы снимаем нагрузку на те же грудные мышцы, потому что, к сожалению, количество раков молочных желез у мужчин с каждым годом увеличивается, если для кого-то это открытие. Ну и к нам реальные люди обращаются в клинику с этими вопросами. Присловутые гинекомостии и так далее, и так далее. А теперь обратите внимание на профилактику бронхитов, на профилактику бронхолититов, на профилактику пневмосостояния, на профилактику органов лоровских, на профилактику состояния, связанных со всеми пяти органами чувств, на характер поведения наших сегментов, которые отвечают за качество наших рук. А качество наших рук – это всегда качество нашего зрения. Мы сделали с вами только лишь два упражнения. А если такие упражнения выполнять в системе, то, конечно же, результаты будут системные и будут побеждать даже те заболевания, которые прежде считались неизлечимыми. Чтобы узнать о системе, чтобы получить больше таких упражнений, пожалуйста, регистрируйтесь в наш предсписок «Ядро здоровья позвоночник», потому что позвоночник действительно является ядром нашего здоровья. И сразу после регистрации вы можете получить, во-первых, массу скоропощных упражнений, которые вам помогут, ну, не только, как сегодня мы с вами разбирались, с шейно-воротниковой зоной, но и с другими зонами. Если там есть нарушения и боли, снять боль, улучшить состояние. Потом вас ждет встреча с нами, встреча онлайн, когда мы вам и продемонстрируем развернутые комплексы скорой помощи, и продемонстрируем упражнения из нашей системы восстановления позвоночника и внутренних органов. Вы сами все попробуете, разберетесь, как это работает, выполните тесты до и после. Мы с вами сможем обсудить ваши ощущения после упражнения. Они тоже, кстати, имеют важнейшее диагностическое значение. И еще, и это не все, если вы попадете в предсписок, то вас еще ждет встреча с нашим специалистом, когда прямо в прямом эфире вы встретитесь и сможете один на один выполнить упражнения, которые мы подберем персонально под ваши восстановительные задачи. И специалист их вам продемонстрирует, покажет, как правильно выполнять, подправит, если вы что-то выполняете неправильно. Вы сможете сравнить результаты до и после. И вот таким персональным скоропомощным комплексом пользоваться в определенном регламенте, как мы вам подберем, вам об этом, обо всем расскажет наш специалист. Да, конечно, такая консультация имеет свою цену. Ну, это работа и нашей системы, и наших специалистов, которые оказывают вам помощь. Но вот какое-то ограниченное количество мест мы решили выделить под эти задачи и провести такие онлайн-встречи со специалистами бесплатно. Поэтому поторопитесь, пожалуйста, регистрируйтесь в предсписок, получайте от нас скоропомощные упражнения, встречу с нашим специалистом и встречу с нами в эфире, где мы с вами разберемся, что это за система, которая поможет вам справиться не только с болями, но и значительно улучшить состояние и позвоночника, и внутренних органов. Ну, и по факту прийти к жизни без болей и полной энергии. Ссылочка в описании под этим видео и в прикрепленном комментарии. Пожалуйста, переходите, регистрируйтесь и получайте все сокровища восстановительной медицины академиков Картавенко. Пока что это абсолютно бесплатно, количество мест ограничено, поэтому действуйте, не откладывая. Ссылочка в описании под этим видео. А на сегодня мы с вами прощаемся. Надеемся, что вы зарегистрируетесь и придете на онлайн-встречу с нами, и мы будем с вами заниматься, улучшать ваше состояние, и вы узнаете о системе восстановления позвоночника и внутренних органов. Будьте здоровы, берегите себя, не упускайте шанс сделать свою спину, свой позвоночник самым надежным вашим товарищам и партнерам.